Добрый день! Казахстанцы продолжают нарушать меры безопасности, организовывают свадьбы до 100 человек, юбилеи и поминки. В некоторых регионах полиция пресекла работу ночных клубов. В одном из заведений Караганды поймали около 200 человек. Все правонарушители привлечены к ответственности. Мало того, хочу сказать, что в ходе пресечения этого правонарушения отдельные наши граждане оказывались злостно неповинными полицейским и дополнительно были привлечены по соответствующим статьям административного кодекса, в том числе к административному аресту. Всего более 25 человек привлечено. И, к сожалению, как сейчас сказали, у нас продолжают иметь место не только праздничные мероприятия, и поминальные мероприятия. Мы 48 фактов таких установили, где собирались по 30 более человек, в том числе в городе Нусултан, в Алма-Ате, нашли факты проведения мероприятий с большим количеством людей, не предусмотренных уставной деятельностью этих предприятий. Пока одни проводят время на праздниках и семейных торжествах, другие пытаются обогатиться. 30-летний житель Нур-Султана незаконно продавал лекарства через Инстаграм. В Актюбинской области их реализовывали через продуктовый магазин. Жительница Туркестанской области открыла на дому процедурный кабинет, где оказывала медуслуги и нелегально продавала препараты. Всего за две недели в МВД выявили 537 новых фактов незаконной реализации лекарств. По 58 возбудили уголовные дела. 1646 казахстанцев заболели коронавирусом за минувшие сутки. Из них 778 – бессимптомные носители инфекции. По официальной информации Минздрава Республики, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 76 799. Также за прошедшие сутки в стране выздоровели 1430 человек. Таким образом, на сегодняшний день болезнь победили больше 48 тысяч человек. Умерли 610 казахстанцев. Акиматы Западно-Казахстанской и Казалардинской областей хуже всего борются с распространением коронавируса. Там самые низкие показатели по рейтингу регионов COVID-19. Об этом стало известно сегодня на заседании оперативного штаба по вопросам коронавируса. Рейтинг включает в себя ежесуточный прирост заражения, количество выздоровевших, число вызовов скорой помощи, занятость реанимационных коек. Акимату Североказахстанской области заместитель премьер-министра Ерлы Тукжанов поручил принять оперативные меры по разгрузке действующего коечного фонда. А в Павлодарской, Костанайской, Актюбинской областях не на должном уровне выявляют нарушение карантина. В Казалардинской области и Западном Казахстане тоже отметили на заседании. Министерство внутренних дел еще 5 июля выявило больше 4 тысяч фактов нарушения в этих регионах. Пациенты со стопроцентным поражением легких при COVID-19 подлежат лечению, то есть могут выздороветь. Конечно, после лечения их ждет более длительная реабилитация, включающая обязательную дыхательную гимнастику и витаминную терапию. Протоколы лечения сейчас эффективны, заявила врач общей практики столичного многопрофильного медицинского центра Луиза Хазаева. Она напомнила, что основные критерии для экстренной госпитализации больных – лихорадка, температура тела больше 38 градусов, которая держится больше 5 дней, одышка и устойчивость к жаропонижающим препаратам. В зону риска входят люди в возрасте от 65 лет, а также лица с сопутствующими заболеваниями, такими как астма и сахарный диабет. Если же клинических симптомов у человека нет, врачи допускают лечение в домашних условиях. Если число отдыхательных движений от 20 до 24, то тоже госпитализируем. Сатурация 93-95. На КТ картина КТ-1, КТ-2 – это поражение от 25 до 50. И, конечно же, последний критерий – это когда КТ-3, КТ-4 – это поражение от 50 до 100. Единый информационный портал COVID-19 запустили в Шенкенте. На сайте горожане смогут найти оперативную статистику по коронавирусу. Все данные о заболевших COVID-19, пневмонии и ОРВИ, а также информация о количестве госпитализированных и выздоровевших будет обновляться ежедневно. Также на сайте можно будет узнать об уровне заполняемости больниц. В столице Мексики пытаются сдержать распространение COVID-19. В 32 районах города объявлен красный уровень угрозы. Там уже начали программу массового тестирования. Ранее Министерство здравоохранения Мексики объявило, что число жертв коронавирусной инфекции превысило 40 тысяч человек. Подтверждено более 356 тысяч случаев заражения. Напомню, Мексика находится на седьмом месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Медицинские работники, врачи и медсестры ходят по домам, чтобы брать образцы у пациентов, которые контактировали с заболевшими COVID-19 или с людьми с подозрением на вирус. Но есть проблемы. Местные жители либо не открывают двери, либо отказываются делать тесты. В Бразилии зафиксирован рекордный прирост числа зараженных коронавирусом за один день. За последние сутки в стране выявили свыше 67 тысяч новых случаев, сообщают в Министерстве здравоохранения. Таким образом, общее число людей, заболевших COVID-19, превысило 2 миллиона 200 тысяч. Напомню, Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных после Соединенных Штатов. Ранее в ВОЗ заявили, что страна находится в середине вспышки инфекции. Тем не менее, в Бразилии начались испытания вакцины от коронавируса на людях. Ожидается, что в тестировании препарата примут участие 9 тысяч добровольцев. Мы надеемся, что в конце года у нас будет отчет о результатах испытаний. Сначала эта вакцина будет предложена в Бразилии, общественной системе здравоохранения страны и национальной программе иммунизации, а затем и другим странам. Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал положительный тест на коронавирус уже третий за этот месяц. При этом власти сообщают, что политик чувствует себя хорошо и за ним наблюдает команда медиков. Отмечу, в начале июля Болсонару впервые заявил, что болен COVID-19. Вакцинация от коронавируса начнется не ранее первой половины следующего года. Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан. По его словам, сейчас несколько препаратов проходят клинические испытания, и пока ни один из них не вызвал побочных действий. Но тестирование вакцин продолжается. Исследователям нужно убедиться в ее безопасности и эффективности. Также организация работает над тем, чтобы обеспечить справедливое распространение препаратов. Отмечу, над разработкой вакцин от COVID-19 работают ученые в нескольких странах, в том числе Китая, Россия, Великобритании и США. Китайские власти дали разрешение на проведение клинических испытаний препарата еще в середине марта. А также пообещали, что он станет доступным всему миру после того, как завершатся проверки. Отмечу, с начала пандемии коронавируса, по данным ВОЗ, заразились почти 15 миллионов человек. Свыше 600 тысяч скончались. Тем временем в Греции развернулась отчаянная борьба с огнем. Там пытаются потушить большой лесной пожар рядом с курортной деревней на востоке Пелопоннеса. Спасательную операцию усложняет сильный ветер. И еще тот факт, что недалеко расположен военный лагерь со взрывчаткой, сообщают местные СМИ. Жителей эвакуировали, никто не пострадал, дома тоже не повреждены. Но спасателям еще не удалось победить огонь. Пламя движется на юг. Три крупных пожара бушуют возле Древней Олимпии и на пастбищах недалеко от города Ретимнон на Крите. На месте сотня пожарных им помогают волонтеры. Из техники доставили два самолета и пять вертолетов. Греция часто страдает от лесных пожаров летом. Напомню, один из самых крупных произошел два года назад на восточном побережье Афин. Огонь унес жизни 100 человек. Погибли и дети. Мощное землетрясение магнитудой 7,8 баллов произошло недалеко от Аляски, сообщает геологическая служба США. Толчки были зафиксированы в 98 километрах к югу от населенного пункта Перивилл. Глубина очага 10 километров. Людей охватила паника. Больше всего испугались жители городов Гомер и Кадьяк. Видео с бегущими горожанами вмиг заполонили соцсети. Эвакуированных разместили в местную школу и католическую церковь. В безопасную зону вошла и школьная парковка. Около 400 горожан укрылись в своих автомобилях с семьей и питомцами. Некоторые, ужаснувшись, что начнется цунами, стремительно ринулись на близлежащие холмы. Позже, после замеров волн, власти все же отменили угрозу цунами. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Отмечу, для жителей Аляски вой сирен – обычное явление. К слову, это землетрясение побило рекорд толчков два года назад. Их магнитуда составила 7,1. Сейчас мы ненадолго прервемся, после чего продолжим выпуск новостей. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» О тех, кто рискнул, расскажет Роза Сатканова Тут люди тяжело больные Очень много людей здесь лежат в палатах Голос за кадром уральского студента Серика Мукашева В качестве волонтера он помогает врачам инфекционной больницы Работает здесь санитаром Передвигаться в полной защитной экипировке очень сложно, отмечает молодой человек Однако на передовую борьбы с коронавирусом вызвался сам Я знал, на что я шел перед тем, как сюда идти Я неделю думал. Риски были большими. В пятые сутки здесь работаю. Поступает вечером, ночью где-то больше 10 пациентов. Больше 15 пациентов вчера поступило. Может, мне удастся помочь хоть как-то. В инфекционной больнице сейчас 145 больных. 8 из них в реанимации, 14 в палате интенсивной терапии. Практически все пациенты нуждаются в кислородной поддержке. Если до пандемии медики расходовали 10 кислородных баллонов в неделю, то сейчас до 100 в день. Потому так необходимы рабочие руки, помогающие обеспечивать своевременную подачу кислорода. Баллоны 40-литровые, тяжелые. Их надо каждые 3-3,5 часа менять. Его выкатывают и погружают на машину, чтобы очередная партия без остановки приходила в завод. Больные поступают тяжелые. Многие находятся на подаче кислорода. Работа очень тяжелая. Физические силы много требуют. Многие не соглашаются. Качество санитаров можно принять. На призыв руководства областного управления здравоохранения поработать с санитарами откликнулся не только серик. В городскую и областную многопрофильные больницы обратились более 700 человек. Однако большая часть не прошла по различным критериям. Предпочтение отдается физически крепким и выносливым. Около месяца назад мы делали объявление. В тот момент мы набрали более 30 человек нашей медицинской организации и полностью укомплектовались с младшим медицинским персоналом. Работа в ковидных стационарах крайне сложная. Эмоционально, психологически это трудно многим выдержать. Требуется помощь. Это при уборке в помещениях, при переносе каких-то вещей, при приемке лекарств и так далее. Поэтому, если есть желающие, вот у нас есть волонтерский штаб. Несмотря на полную укомплектованность, младшим медицинским персоналом отмечается текучка кадров. Как-никак риск заражения высокий, а условия труда нелегкие. При этом волонтеры продолжают помогать. С покупкой медикаментов нуждающимся больным, доставкой продуктов медицинским работникам, приобретением дополнительного больничного оборудования. Рост Саткана Баладжирлгасов, Канат Махмутов, Хабар-24, Уральск. Какой будет погода на предстоящих выходных, расскажет руководитель КАЗ «Гидромета». Эфир продолжает брифинг службы центральных коммуникаций. Маржан, передаю слово вам. Спасибо, Иван. Мы начинаем онлайн-пресс-конференцию службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. О прогнозе погоды на ближайшие выходные и предстоящий месяц расскажет директор РГП «Каз «Гидромета» Олимбаева Донара Кизатовна. Донара Кизатовна, пожалуйста, вам слово. Спасибо за предоставленное слово. Салимет, сын Дермек, құрметті журналистер, құрметті қаум. Тамыз жазының сонғы айы. Тамыз айында күннің ұзақтығы солтүстік областарында екі сағатқа, оңтүстік областарда бір сағат жерма мүміткі қысқарады. Сондықтан, ауын орташа айлық температурасы тамыз айында шілде. Айынан екі екі жарым градусқа ал оңтүстік областарда бір градусқа төмен болады. Қазақстан солтүстігінде ауы орташа айлық температурасы 16-20 градус оңтүстік қарай жоғарлай, отырып, құйыр оңтүстікке 27-29 градусқа жетеді. Тау бөктерлі ауданлардыңда ауаның температурасы 24 градусқа, теніз денгенен 450 метр бейікті, 7 градусқа 3 километр бейікті дейін төмендейді. Консультативтік болжамға сәйкес жаздың сонғы айы климаттық норма шамасында болады, деп күтілуде. Тамыз айында ауаның орташа айлық температурасы Қазақстан территориясын басым бөлінде норма шамасында болады, деп күтілуде. Солтүстік жартысында норма 17-22 градус. 15-16 градус шығыс аймақтардың тау бөктерлі аудандарда 23-27 градус батыз және оңтүстік аймақтарда құрайды. Ауа температурасы норма шамасында болатына, қарамастан ауа масаларын жиі алмасуына байланысты, жауын жашынсыз. Үстік күндерді, күндер мен салқын жауынды күндер қатар болады. Бұл Скандинавия аймағынан суық ауа масаларының енуіме және жерорта тенісімен, Ираннан шығатын 13-тік түклондармен байланысты. Тамыз айына көтілетінің жауын шашын мөлшері, тамыз айында жауын шашын мөлшері республиканың басын бөлігінде норма шамасында күтілеті. Республиканың 10 түстігінде норма 2-9 мм. Батыс пен орталық 11-24 мм. Нормадан көп күтілуде сол түстік Қазақстанда, облысында норма 40-53 мм, Қостанай облысында 17-55 мм, Ақмола облысында 20-41 мм. Павладар облысында сол түстік батысында 23-40 мм, Қарағанды облысында 11-17 мм, Батыс Қазақстанда және Ақтубе облысында сол түстігінде 17-27 мм, Алматы облысында таулы және тау бөктерлі аудандарында 18-90 мм. Нұрсултан қаласында тамыз айында ауанын орташа айлық температурасы климаттың норма шамасында болады. Норма 19 градус, Жауын шашын мөлшері нормадан көп күтілуде айлық норма 29 градус. Оң түстік Астанада, Алматы қаласында, тамыз айында ауанын орташа айлық температурасы климаттың норма шамасында болады. Норма 23 градус, Жауын шашының мөлшері нормадан көп күтілуде айлық норма 30 мм. Алдағы 24-26-ші шілдеде демалыс күндер ауа арайы болжамына келетін болсақ. Қазақстан аумағында басын бөлігінде ауа арайын өзімен бірге ұлғалды және салыстырмалы, түрде салқын ауа масының әкелетін антициклон қалпыстырған болады. Тұрақсыз ауа арайы күтілуде жанбыр жауады. Еліміздің солтүстік және шығыс өнерлерінде күн күрі-күрімен дауылды желмен қатты жанбыр күтіледі. Және бұршақтың түсу де ұқтимал, тек республиканың батысында күн ашық және жауын шашыншыз күтіледі. Температура аясына келетін болсақ, ол келесінде болады. 10 түстік, 10 түстік шығыста 30-39 градус, Манғыстау облысының 10 түстігінде 43 градус кейдейін ұстық ауарайы сақталады. Қазақстанның шығысында 25-30 градус, 10 түстік өнерінде 300 градус кейдейін барады. Республикамыздың батысы мен сол түстігінде азандығын ұстықтың басылуына байқалады. Республиканың батысында 22-31 дейін ұстық алы еліміздің сол түстік жартысында ауарайы салқынырақ болады. Мұнда ауарайы температурасы 20-25 градус құрайды. Алдағы күндерде ел орда жанбыр күтілуде 24-25-ші шілдеде кейде күн күркірумен күші 15-20 метр секунд кендейін жететінін дауылды желмен қатты жанбыр күтіледі. Бұршықтарын түсі ұқтимал. Температураның түнде 16-18 градустан 12-14 градус кедейін күндіз 22-24 градустан 20-22 градус кедейін төмендеу болжанады. Алматы қаласында найзағай мен өткінші жанбыр жауады, және найзағай болған кезде желдің 12 метр секунду дейін күшіу күтіледі. 26-ші шілдеде ауарайы жауын шашынсыз температурадың түнде 20-22 құрайды, ал күндіз термометрдің санап бағаналары 30-35 градус кедейін жоғарлайды. Қға қаласында балаб показыватьң түнісі сіз ж prófil қыしました. Кәкспейдwhiteі қалатманы дүрлее түнісі жүршіңі жәі өте қаласында 0,47-10 открытымп жауында манайз. На севере Казахстана среднемесячная температура воздуха составляет 16-20 градусов, повышается к югу до 27-29 градусов. В предгорных районах температура воздуха с высотой понижается от 24 градусов на высоте 450 метров над уровнем моря до 7,5 градусов на высоте 3 километра. Согласно консультативному прогнозу, конец лета ожидается в пределах климатической нормы. Средняя за месяц температура воздуха в августе ожидается около нормы на всей территории Казахстана. В северной половине республики норма составляет 17-22 градуса. 15-16 градусов норма для горных и предгорных территорий, 23-27 градусов норма для запада и юга страны. Несмотря на то, что температура ожидается в пределах нормы, при этом будет происходить частая смена воздушных масс, когда жаркая и без осадков погода будет сменяться прохладными дождливыми днями, что будет связано с проникновением прохладных воздушных масс районов Скандинавии и выходом южных циклонов со Средиземного моря и Ирана. Касательно ожидающих осадков в августе месяце, количество осадков в августе месяце предполагается около нормы на большей части территории республики. При норме на юге республики 2,9 мм, на западе и в центре страны 14-24 мм. Больше нормы в североказахстанской области при норме за месяц 40-53 мм, в Кастанайской области 17-55 мм и в Акмолинской области 20-41 мм, в северо-западной части Павлодарской области 23-40 мм, в Карагандинской области 11-17 мм, в северной части западно-казахстанской Актюбинской областей 17-27 мм, а также в горных и предгорных районах Алматинской области 18-90 мм. Что касается прогноза погоды в городе Нур-Султан, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы 19 градусов, количество осадков ожидается больше нормы при норме за месяц 29 мм. В южной столице Алматы ожидается средняя за месяц температура до 23 градусов, что также это около нормы, количество осадков больше нормы при норме 30 мм. Что касается прогноза, на предстоящие выходные 24-26 июля погоду на большей части территории Казахстана будет формировать атлантический антициклон, который принесет с собой влажную и относительно прохладную воздушную массу. Ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди в северных и восточных регионах страны, ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, шквалистым ветром и не исключено выпадение града. Лишь на западе республики будет солнечно и без осадков. Что касается температурного фона, он будет распределяться следующим образом. На юго-востоке сохранится жаркая погода 33-39 градусов, на юге Мангистаусской области 43 градуса, на востоке Казахстана 25-30 градусов, на юге региона до 33 градусов. На западе и севере нашей республики будет наблюдаться небольшой спад жары, на западе республики до 23-31 градуса, а в северной половине страны ожидается более прохладная погода, здесь температура составит 20-25 градусов. В столице в предстоящие три дня ожидается дожди 24-25 июля, временами сильный дождь с грозой, шквалистым ветром до 15-20 метров в секунду и возможно выпадение града. Прогнозируется также понижение ночной температуры от 16-18 до 12-14 градусов и днем от 22-24 градусов до 20-22 градусов. В городе Алматы также пройдут кратковременные грозовые дожди, усиление ветра при грозе до 12 метров в секунду, ночная температура составит 20-22, а днем столбики термометров поднимется до 35 градусов.